Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете об открытии новосибирских ученых, ремонте детских садов в регионе и организации пляжного отдыха в областной столице. Новые вещества, способные лечить болезнь Паркинсона, презентовали ученые Новосибирского института органической химии на Всероссийской конференции в Москве. Это соединение диола. Такое вещество содержится в разных частях растений, в частности в смоле, эфирных маслах цитрусовых или эскипидаре. Испытания на мышах показали, что новые препараты практически не имеют побочных эффектов. Еще одно средство, которое представили на конференции, это производная витамина Е, которая способна избирательно уничтожать раковые клетки в молочной железе. Они реагируют на уровень кислотности, который выше именно в опухлях, проникает в клетки и убивает их, не вредя здоровым тканям. Пока ученые не приступали к клиническим испытаниям, но опыты на мышах дали положительный эффект. Для безопасности отдыхающих с сегодняшнего дня запрещается остановка автомобилей на подъездной дороге к пляжу Наутилус. Ограничительные знаки уже установлены на протяжении 300 метров. Водители просят обращать внимание на информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения. Напомню, купальный сезон в Новосибирской области уже официально открыт. 9 мест отдыха у воды признаны безопасными. Это Наутилус, звезда у моря Пскова в Новосибирске, также готовы некоторые пляжи в Бердске и в Карасуке. По официальным данным, всего в этом сезоне в регионе планируется открыть 25 оборудованных мест для купания. Около 4 миллионов рублей в этом году выделено на ремонт детских садов в Сузунском районе. Работы проведут во всех дошкольных учреждениях. На одном из таких объектов побывали и наши районные коллеги. В общем, здесь тоже у нас плитка будет на полу, двери новые, вот так. А значит, надо будет сделать стеллажи. Татьяна Ишекова уже планирует, какой будет новая кухня. Выбирает цвет для оформления и место для столов. Пока же здесь голые стены и содранный пол. Ремонта ждали давно. За 37 лет детский сад порядком отрехлел. Проблемы с водоснабжением стали, потому что все трубы тоже у нас здесь надо менять. Ну, вот так. Ну, плитка, естественно, вся как за эти годы. Мы плешинами какими там делали ее, меняли, клеили. В общем, вот так. Так что сейчас у нас пищеблок будет соответствовать всем стандартам, надеемся. В остальном здании наводят порядок. Воспитатели Бейля открасят и отмывают помещение. Второй этаж практически готов. Осталось расставить все по местам. На первом в двух группах решили сменить покрытие пола. Положат линолеум. Мы надеемся. В моей группе, кстати, в том году постелили линолеум, в которой я работаю. Но я надеюсь, что и здесь тоже будет. Мне очень нравится с линолеумом работать. Встретить малышей в садике планируют 1 июля. К этому времени основные работы будут завершены. Останется только ремонт крыши и переделка запасной лестницы. Но это уже ближе к осени. Она для пожарной безопасности, по технике безопасности важна. Но сейчас она в аварийном состоянии. У нас туда опасно выходить. И поэтому в этом году планируют заменить ее. Большие ремонты в этом году запланированы во всех детских садах Сузуна. Не останутся в стороне и сельские дошкольные учреждения. По району у нас делаются на сегодняшний день готовые сметы. Медблоки будем ремонтировать. Это Закаряжинская, Шупановский детский сад. И капитальный ремонт планируется делаться в Болтовском детском саду. На эти цели из областного бюджета выделили 1 миллион рублей. Районная казна планирует потратить 2 миллиона 700 тысяч рублей. Светлана Соколова, Николай Осипов, Новости ОТС. Сегодня в Новосибирском художественном музее представят экспозицию, посвященную юбилею сибирского художника Якова Яковлева. Работы талантливого графика созданы им в 70-80-х годах прошлого века. Этот период в творчестве мастера тесно связан с Новосибирском. Коллекцию картин объединяет такой термин, как пространство, сложное, причудливое, разноплановое, неизменно наполненное глубоким философским содержанием. Необычные и названия работ, ночное молоко, засолочное, купание перед грозой и другие. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о новшествах для сотрудников Росгвардии, участии новосибирских каратистов в престижном турнире и семейном праздники в областной столице. Росгвардия застраховала здоровье и жизнь своих сотрудников. Об этом сообщили в ведомстве. Договор действует на всей территории страны. В документе описаны случаи получения травм, ранений, контузий, заболевания, а также гибель застрахованного лица. Ранее также стало известно, что бойцы Росгвардии получат льготы по недвижимости. Со следующего года они смогут получить готовую квартиру, специальную денежную субсидию на ее покупку или вступить в военную ипотеку. Причем распространяться это будет не только на действующих бойцов ведомства, но и на тех, кто уже уволен в запас. Напомню, Росгвардия была создана приказом президента летом прошлого года. Ей переданы полномочия внутренних войск МВД, ОМОНа, Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, а также СОБРа. Способен ли Новосибирский район обеспечить жителей мегаполиса земляникой и малиной? Сегодня новосибирские журналисты побывают на ягодных плантациях в поселке Ленинский станционного сельсовета, где специалисты уже собирают первый урожай. Это самое крупное плодово-ягодное хозяйство области. Жимолость, смородину, облепиху, землянику здесь выращивают не только для Сибири, но и других российских регионов. Подробности о технологии возделывания, селекции культуры, новых питомниках для производства посадочного материала мои коллеги расскажут в итоговом выпуске новостей в 20.30. Посевную завершили. Теперь в планах осенней работы. В Кривояшинском хозяйстве Болотнинского района готовят землю к озимым посевам. Как это происходит, увидела Зинаида Мельникова. Винчера она полос выкинула по срокам, я думаю, даже дней на 10 раньше, чем в прошлый год. Ну, все-таки, наверное, что, может, земля не мерзлая была. Такая оценка скорее исключение, чем правило. Большинство полей с озимыми культурами в этом году повода для гордости не дали. Снег сошел рано, но молодым всходам это не помогло. Пшеница, бугры вымерзли, низины вымокли. Процентов 20-25, я думаю, где-то по грубым подсчетам пропало. Ну, она есть, но очень реденькая. Соберете что-нибудь? Ну, решили не перепахивать, что-то соберем. 20% пропавших всходов – это не критично, говорят аграрии. Были времена, когда больше половины не переживали зиму. Поля вновь перепахивали и засеивали яровыми. В этом году озимые сохранили. Высокого урожая с этих участков не ждут, но на семена им фураж намолотят. А сейчас в хозяйстве подрабатывают пары. Вчера от дерна освободили 70 гектаров. Ну, выйдешь в первый день, то одно, то другое. Получается так, что поехал и поехал сразу. Где-то все равно недоделки получаются. На базе стоишь, вроде все на месте, все хорошо. И выехал, то одно, то другое, что-то есть. Прирабатывать прицепной агрегат нужно как минимум день. Трактористы шутят. Завтра уже все пойдет по накатанной. В этом хозяйстве к осени приготовят 600 гектаров. Половину вспашут, вторую часть подработают. Этот способ менее затратный по горючему. Кстати, о финансах. Начинающие фермеры, сельхозпотребкооперативы и семейные животноводческие фермы области получат господдержку на развитие. Министерство сельского хозяйства региона принимает документы на получение денег. Министр сельского хозяйства Василий Пронькин отметил, что на господдержку по всем трем направлениям из областного и федерального бюджетов предусмотрено 176 миллионов рублей. Образцы документов размещены на сайте Минсельхоза. А подать документы можно до 20 июня 2017 года. Зинаида Мельникова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Праздник «Планета семья» пройдет в парке Кирова в Новосибирске в предстоящее воскресенье. Гостей ждут различные мастер-классы, квесты, театральное представление и шоу «Мыльных пузырей». Запланировано несколько флешмобов для детей и взрослых, музей экспериментальных наук, выездной планетарий, веселые старты и развлекательная концертная программа. Новосибирские каратисты примут участие в международном турнире, который пройдет на выходных в Испании. Соревнование соберет почти 600 спортсменов из 57 стран. Россию будут представлять 14 бойцов, четверо – новосибирцы. В состав национальной сборной вошли Александр Коликов, Кирилл Солопов, Александр Щербань и Илья Грановесов, который дважды в этом году становился призером международных турниров. Добавлю, недавно каратэ признали олимпийским видом спорта и на играх в Токио в 2020 году разыграют первые олимпийские медали. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбинов. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о венчурной ярмарке в Новосибирске, дне памяти, начало Великой Отечественной войны и сдаче школьниками нормативов ГТО. В рамках международного форума Технопром в Новосибирске пройдет 11-я венчурная ярмарка. Уже много лет это мероприятие считают крупнейшим в стране. Подобный формат общения в России – традиционный инструмент привлечения инвестиций. По статистике своего инвестора там находят около 13% компаний. И Сибирь здесь не исключение. Научный и конструкторский потенциал нашей области неизменно привлекает внимание и интерес не только отечественных инвестиционных институтов, но и зарубежных. В этом году участников ждет насыщенная программа как на площадках форума в экспоцентре, так и на выезде. Запланирована экскурсия в Академгородок с целью ознакомления с объектами инновационной инфраструктуры региона и проведения на базе Академпарка мастер-классов для руководителей малых предприятий в научно-технической сфере. Новосибирский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Мариинского театра Михаила Татарникова выступит в День памяти 22 июня. На площадке перед оперным театром музыканты исполнят Пятую симфонию Чайковского. Чем интересна программа? Интересна программа тем, что в этот совсем необычный день специально выбрана такая программа, которая была бы, скажем, не сильно трагичной, но и в то же время заставляла наших слушателей немножко задуматься о будущем, о России, о прошлом, о настоящем. Новосибирский симфонический оркестр все лето будет давать концерты на разных площадках Новосибирска. В концертном зале имени Каца на ступенях дома Ленина. Послушать музыкантов смогут и жители области. Я так думаю, что программа будет интересная, и жители нашей области и города смогут посещать, а мы будем ездить еще и к жителям наших районов. Я так думаю, все надо делать для того, чтобы людям было комфортно жить в нашей области. К другим темам в Сузуне приступили к капитальному ремонту многоквартирников. В этом году на очереди четыре дома. Как продвигаются работы в сюжете наших районных коллег. Дом в одночасье лишился крыши. И не в результате стихийного бедствия, а капитального ремонта. Кровля давно требовала замены, говорят жильцы. Соседние многоквартирники уже сверкают новыми железными крышами, а этот все еще под шифером. Собрание было, говорили, что в каком-то году, но потом заявку подавали, делали, так вот крышу делают. Это я знаю, что ждали мы ремонта, что крыша. Прошлый год обещали, но не сделали. Нынче перенесли. Программа капитального ремонта домов помогла решить проблемы многим. Самим скинуться на столь масштабные работы невозможно. А тут получается, что жильцы вкладывают в ремонт только 15%. Например, ежемесячный платеж Тамары Кизиловой около 270 рублей. Это исходя из площади квартиры. 41 квадратный метр. Остальные средства добавляет федеральный и областной бюджеты. В этом году отремонтируют кровли еще двух домов. Заметят электропроводку. По планам работу скоро должны завершить. Уже есть планы и на следующий год. Фонд модернизации, который с этого года является заказчиком всех работ по капитальному ремонту, он приступит и к проектированию мероприятий капитального ремонта, которые планируются в 2018 году. По рабочему поселку Сузу могу сказать, что это кровли на многоквартирных домах, юбилейная 5, ленина 43А и строительная 6. В этом году на ремонт четырех домов всего выделили 6 миллионов рублей. Евгения Емельянова, Николай Осипов, Новости ОТС. Второй этап Международного детского футбольного фестиваля «Локобол-2017» соберет 30 лучших команд со всей Сибири и Казахстана. Турнир пройдет с 16 по 18 июня на территории стадиона «Заря». В нем примут участие спортсмены не старше 11 лет из Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени, Иркутска, Красноярска, Читы. Также приедет команда «Алтай» из Усть-Каменогорска. В рамках соревнований юные футболисты проведут более 30 матчей, а победители у юноши и девушек в начале августа отправятся в Москву. Там в рамках суперфинала станет известна сильнейшая команда России и ближнего зарубежья. Тем временем школьники сдают нормативы ГТО. Сегодня в Наукограде Кольцова стартует региональный спортивный фестиваль. Участвовать в нем будут команды из областей и районов Новосибирска. В каждой 8 участников по 4 юноши и девушки разных возрастов. Им необходимо выполнить нормативы для своей категории. Так, школьникам 13 и 15 лет для получения золотого значка нужно пробежать 2 километра не более чем за 9 минут и 10 раз подтянуться. К тому же, кроме обязательных упражнений, есть и нормативы по выбору, среди которых метание мяча и прыжки в длину. Лучшая команда будет представлять Новосибирскую область на Всероссийском фестивале, который пройдет осенью в лагере Артек. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбиин. Всем удачной пятницы и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбиин. В этом выпуске вы узнаете о запрете на продажу алкоголя, новом учебнике в школах области и фестивале красок в Новосибирске. Больше 40 городских предприятий в этом году получили почетный статус «Новосибирская марка». Одноименный конкурс проводят с целью поддержать организации, которые поставляют сибирякам безопасную и качественную продукцию, услуги и технологии, демонстрируют инновационные подходы к работе и имеют безупречную репутацию. Конкурс проводят в различных сферах деятельности логистической, финансовой, страховой, торговой и других. Новосибирские предприятия работают по всей России, открывают филиалы в разных городах, а признание на родине – стимул держать марку и улучшать качество продукции и условия труда. Вручают знак традиционно в канун Дня города. Его новосибирцы отметят 25 июня. В этот день в мегаполисе запретят продавать алкоголь. Ограничение коснется всех организаций торговли, расположенных в местах проведения массовых мероприятий и рядом с ними. Также запретят реализацию напитков в стеклянной таре. Вместо этого магазины расширят ассортимент соков, кваса, молочных коктейлей, мороженого и кондитерских изделий. Летним кафе рекомендовано завершить работу не позднее 23.00. Новый учебник по истории Новосибирской области появится на школьных партах в следующем учебном году. Пособие состоит из трех частей и охватывает историю региона от каменного века до наших дней. Над ним трудились специалисты Института археологии и этнографии, истории Сурана и Новосибирского государственного педагогического университета. К середине августа новый учебник для старшеклассников появится в каждой школе. Подробнее о том, какие акценты расставили авторы, какие темы краеведения раскрыли более полно, а какие события обозначили в учебнике одной строкой, мои коллеги расскажут в итоговом выпуске новостей в 20.30. Премьера в театре «Старый дом». Сегодня творческий коллектив представит зрителю спектакль по пьесе нобелевского лауреата Герхарда Гауптнена «Перед заходом солнца» в постановке московского режиссера Антона Маликова. В основе спектакля сценическая версия, созданная польским драматургом. Это история одной загадочной семьи, глава которой тайный советник Маттиас Клаузен потерял при печальных обстоятельствах свою жену. Тяжелая утрата заставляет его прибегать к довольно странным и неожиданным способам заполнения образовавшейся пустоты. Герой спектакля существует и действует по мистическим законам хурора и провоцирует зрителя на размышления о природе человеческого сознания, свойства к памяти, любого любовной одержимости, иронии по поводу страданий внутреннего человеческого «я» на фоне вечности. Большой фестиваль красок Happy Holy Fest пройдет завтра на стадионе «Спартак». В этот раз организаторы готовят 15 интересных площадок. Кульминацией праздника станет появление в воздухе красочного российского триколора. Организаторы планируют, что в фестивале в этом году примут участие около 8 тысяч человек. Баталии красками будут проходить каждый час. Приобрести их можно на мероприятия. Краски безопасны для людей и окружающей среды, легко отстирываются и смываются с кожи. Объединенный чемпионат по офисным видам спорта пройдет в Новосибирске в эту субботу. Конкурсанты соберутся на территории парка отдыха «Звезда». В соревнованиях примут участие команды из областной столицы Бердска и Искитима. За честь своих городов выступят крупнейшие компании и корпорации. Спортсмены будут состязаться в офисных видах спорта, таких как футбол на креслах, забеги до кулера и кабинетный боулинг. Напомню, первый чемпионат по офисным видам спорта прошел в Новосибирске три года назад. Тем временем футболисты молодежной команды Сибири проведут очередной матч первенства любительских футбольных клубов. «Сибирь-М» сейчас находится на шестой позиции в таблице зоны «Восток». После шести матчей у команды Сергея Вылежанина семь очков. Очередную игру чемпионата молодые «Орлы» проведут сегодня в 18.00. Соперником станет команда «Бурятий» из Улан-Удэ. И к этой минуте у меня все новости. Я с ними вас познакомил Александр Жорбин. Всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова